В Сургуте в одном из внутриквартальных проездов подрядчик делает водоотведение и устраняет просадку грунта. На эти недочеты неоднократно жаловались жители. А дорога – один из путей следования детей, живущих в 11-м А микрорайоне в школы. Работы уже ведутся на участке от улицы профсоюзов между домами 20 и 22 до бульвара писателей. Накануне глава Сургута Андрей Филатов понаблюдал за ходом реконструкции и рассказал о планах на будущий год. Подробности смотрите далее. В этом году в Сургуте реконструируют 10 внутриквартальных проездов, которые находятся на балансе муниципалитета. Столь массово, как в последние два года, такие дороги не ремонтировали очень давно. Неудивительно, что за годы эксплуатации многие из них пришли в удручающее состояние. Главой города поставлена задача в течение трех лет проезды отремонтировать. Соответственно, с каждым годом объемы наращиваем, делаем все больше и больше. Общая протяженность 10 проездов, которые мы делаем в этом году, составляет чуть более 2 километров, 2,3 и площадь 17,5 тысяч квадратных метров. Средств на эти цели предусмотрено чуть более 72 миллионов рублей. Самый протяженный объемный проезд в ремонтные компании этого года в 11-м А микрорайоне от улицы Профсоюзов между домами 20 и 22 до бульвара писателей. Подрядчик там уже работает. За несколько дней, демонтировали металлическое ограждение, покрытие тротуаров, бордюры. Выставили отметки будущей дороги так, чтобы вода уходила на магистрали, оборудованные ливневками. На огромной луже неоднократно жаловались жители. Здесь же в проезде, ближе к пересечению с Профсоюзов, специалистам предстоит разобраться с причинами провала грунта. На том участке идет провал. Там видно неустойчивое основание. То есть мы на этом участке будем снимать плиту, произведем выборку грунта, заменим, привезем нормальный песок, уплотним, плиту положим на место и уже заасфальтируем два слоя. По обеим сторонам проезда обустраивают тротуары. Они, как и сухая дорога, необходимы еще и детям, которые из всего микрорайона идут в 32-ю школу, а также в прогимназию, что через дорогу на улице Лермонтово. Глава сургота Андрей Филатов уточнил у подрядчика сроки гарантии. Оказалось, что за качество работы автодорстрой будет отвечать пять лет. Это касается автомобильного покрытия. Асфальт уложат на уже имеющиеся дорожные плиты, которые служат основанием. Если мы работаем сейчас с плитой, то потом эта тетрадь в клеточку не превратится за два года. То есть все это предусмотрено и в свои гарантийные сроки дорога отстоит. В этом микрорайоне в текущем году дворы не ремонтируют. Поэтому разбитая дорога у многоэтажек на профсоюзов 18-1 и Чехова 14-3 такой и останется. В этом вопросе подчеркивают депутаты и общественники дело за жителями. Они должны проголосовать за обновление придомовых территорий и с управляющей компанией определиться с параметрами и сроками реновации. Город набрал такую скорость, что уже есть деньги, есть все, но уже жители, управляющие компанией не всегда успевают провести собрание и подготовить соответствующее решение. Очень приятно, что набираются темпы, когда уже нужно, не жители стоят в очереди и ждут списка, а уже мы с городом идем чуть-чуть раньше, нежели успевают проводить собрание. Глава Сургута обратил внимание на то, что отремонтированный проезд примкнет прямо к яме на въезде к двум многоквартирникам и попросил у подрядчиков содействия. Я бы вас просто попросил бы, я понимаю, что нагрузки серьезные, но вы компания тоже ответственная. Посмотрите возможность, не совсем правильно получится, граница отремонтирована и здесь уже, ну, поможем жильцам. Мы вчера проговаривали этот вопрос. Поищите решение, да? Ну, я думаю, здесь работ не так уж и много. Объем небольшой, порядка 30 метров. Давайте жильцам поможем здесь, ну, неправильно будет абсолютно. Границу сделали, а там уже с такой разрухой оставить. Асфальтобетонное покрытие в проезде начнут укладывать с 23 августа. Полностью уйти с объекта автодорстрой намерен в середине следующего месяца. Официально же в городе кампания по приведению дорог и дворов в порядок закончится в конце октября. Тогда уже будут известны предварительные планы на 2023. У нас в сентябре будет сейчас защита, предзащита по департаментам бюджетов, по дореализации проектов. На следующий год все-таки департамент ДКХ выходит с предложением 20 внутриквартальных проездов сделать. Они сейчас маневрируют, определяются с финансированием. И если они защищат эту позицию, точно не меньше 10, постараемся шаг сделать шире, чтобы все-таки землякам уже передать внутриквартальные проезды, в том числе и дворовые территории, приводить уже в такое комфортное состояние. В текущем году из 10 проездов один уже обновили, по четырем работы идут. На все городские дороги с учетом внутриквартальных и дворовых в Сургуте в этом году потратят около 1 миллиарда рублей. Татьяна Расторгуева, Дмитрий Круковец, Сергей Кондаков, Сургут-24.